Вы, наверное, успели заметить, что когда мы работаем в терминале, мы мышкой совсем не пользуемся. Однако только что, когда мы запускали внешние программы, нам приходилось нажимать на крестик, чтобы закрыть программу и вернуться в терминал. На самом деле это делать не обязательно, в терминале есть специальное сочетание клавиш, чтобы закрыть запущенную из него программу. Давайте изучим их. Итак, сочетание Ctrl и C прерывает выполнение текущей программы. Сочетание Ctrl и C приостанавливает выполнение. После приостановки можно программу продолжить или продолжить в фоновом режиме. Для этого просто вводим с клавиатуры FG и Enter или PG и Enter. Давайте покажу, как это работает в терминале. Давайте запустим Firefox. Управление переходит к браузеру. И в терминал я сейчас не могу вводить команд. Однако стоит мне нажать сочетание клавиши Ctrl и C. Как браузер закрылся, я вернулся в терминал, могу вводить обычные команды в нем. На экране отобразилась стрелочка вверх и C. Это значит, что я нажал Ctrl и C. Однако есть небольшая разница между тем, чтобы закрыть Firefox крестиком или нажатием Ctrl и C. Давайте я покажу. Запустим Firefox еще раз. И попробуем ввести в терминал команды. Мы помним, что когда я закрывал Firefox крестиком, то команды выполнились сразу же после того, как управление вернулось в терминал. Если я сейчас выполнил Ctrl и C, то перевернулся не только в Firefox, но и те команды, которые я ввел. Теперь давайте попробуем приостановить программу. Давайте проделаем это с жеедитом. Запускаю жеедит. Управление сейчас в нем. Я могу ввести какой-то текст. Могу нажимать кнопки. Например, save. Ну и продолжать редактирование. Однако, если я нажму Ctrl Z, у меня появится на экране стрелочка вверх Z. Терминал сообщит мне, что программа жеедит сейчас в подвешенном состоянии. Что это значит? Это значит, что я не могу сейчас вводить туда ничего. Я пытаюсь намечать что-то на клавиатуре. Ничего не происходит. Не могу нажать на кнопки. И даже закрыть жеедит я сейчас не могу. В терминале мы можем вернуть его к жизни. Либо при помощи команды RG. Тогда он вернется снова в выполнение. И произойдет все действия, которые я пытался в нем произвести. То есть ввелось что-то с клавиатуры. Но кнопки среагировать не смогут. Давайте попробуем вернуть его в фоновом режиме. Сейчас управление полностью на нем. И в терминале я вводить ничего не могу. То есть ничего он реагирует на меня не будет. Нажимаю Ctrl Z. Жейдет опять подвис. Кнопки не нажимаются. И запускаю его в фоновом режиме. Мы видим, что надпись точно такая же. Жейдет продолжил выполнение работы. Я в нем могу что-то вводить. Нажимать на кнопки. Но одновременно с этим в терминале я также могу вводить команды. И он будет на меня реагировать. Это принципиальное отличие от программ, запущенных в фоне, от программ, запущенных в основном режиме. В случае фоновых программ мы можем работать как в них, так и в терминале. Например, я могу запустить также Firefox. И перевести его в фоновый режим. Нажав Ctrl Z и введя команду BG. Firefox реагирует на мои нажатия. Жейдет реагирует на мои нажатия. И терминал также может выполнять все мои команды. Одновременно в активном режиме может быть запущена одна программа, потому что мы просто не можем ввести другую команду в терминал, чтобы запустить следующую программу. А в фоновом режиме можно запускать неограниченное количество команд. Это его очень важное преимущество. Если я закрою терминал, то программа, запущенная в фоновом режиме, не закроется. А программа, запущенная в основном режиме, будет сразу же закрыта, потому что она напрямую связана с терминалом.